В Москве дни Ставропольского края. В Совете Федерации открылась выставка нашего региона. В числе экспонатов исторические документы, предметы быта и культуры, социально-экономические достижения. На заседаниях комитетов Совета в течение трех дней будут обсуждать актуальные вопросы АПК, говорить о финансовой стабильности региона и проблеме самозанятости. Сергей Надеем с подробностями из Москвы. Вторая рабочая неделя 2017 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации началась с дней Ставропольского края. И знаете, здесь в столице каждый второй к нам подходит, услышав наш Ставропольский диалект. И благодаря за то, что мы выбрали именно эти дни, ведь благодаря приезду делегации с юга в Москве потеплело с минус 30 до нуля градусов. Ну а теперь серьезно. В ближайшие три дня в рамках Дней Субъекта Федерации будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития субъекта с участием представителей региональных властей. С 16 по 18 января в мероприятиях примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Совета Федерации, ее заместители, сенаторы, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров и председатель Краевой Думы Геннадий Егубов. Официальная часть программы сегодня представлена заседанием Первого комитета по бюджету и финансовым рынкам, где обсудили актуальные вопросы сохранения финансовой стабильности бюджетов субъектов России на примере Ставропольского края. Докладчик, заместитель председателя правительства региона, министр финансов Ставрополя Лариса Калинченко. Мне хотелось бы остановиться именно на вопросах, которые позволяли бы увеличить налоговую базу субъектов Российской Федерации. Один из основных налогов, который зачисляется в региональный бюджет, это налог на прибыль организации. Вы видите совершенно четкую тенденцию снижения поступления данного вида налога в региональный бюджет. Это Ставропольский край. Мы по итогам 2016 года даже не достигли уровня 2012 года. Сокращается объем как в абсолютном выражении, так и в структуре доходов. Доля налога на прибыль организации снизилась с 32,5% до 21,8% по итогам 2016 года. Сравниваем показатели среднероссийский и Ставропольского края. Совершенно точно видим, что за этот период и темп роста прибыли прибыльных организаций в Старропольском крае выше, чем в среднем по Российской Федерации. И доля прибыльных организаций стабильно выше, чем в среднем по субъектам России. По итогам доклада Ларисой Анатольевной были внесены несколько предложений, которые после некоторой доработки будут направлены на утверждение для того, чтобы быть принятыми во внимание при формировании бюджета уже со следующего года. Таких предложений три. Первое касается снижения амортизационной премии по основным средствам с 30 до 10%. Это позволяет уменьшить, скажем, единовременно списываемые затраты организации при исчислении налога на прибыль. Второе касается возможности уточнения декларации налога на прибыль для налогоплательщиков с 3 до 1 года. И третий вопрос касается увеличения нормативы отчислений на горюче-смазочные материалы. Этот доходный источник является источником для формирования дорожного фронта. Прямо сейчас здесь в холле здания Совета Федерации происходит застройка стендов Ставропольского края. Здесь представлены все достижения, ну, в частности, достижения в области сельского хозяйства. И куда же без них, без минераловодских яблочек? Одним из первых окончен стенд, повествующий о культурных особенностях Ставрополья. Здесь книга о жизни почетных жителей края, карта субъекта, рассказывающая о каждом районе через его героев. Здесь макет Казанского кафедрального собора. Я сейчас постараюсь включить подсветку. Вот так красиво он подсвечен, как и вся московская иллюминация в эти праздничные дни. А на стенде те люди, которые прославились Ставрополье за его пределами. Это ансамбль «Радуга», ансамбль Ставрополье, тысячный хор. Елисей Мысинь, человек, который попал в финал конкурса «Синяя птица». Ну и разумеется, здесь на стенде главная Ставропольская достопримечательность. В первую очередь это Ставрополье, родина слонов. Понятно, это наш такой интересный ход, который в принципе поддержан всеми. Министерством культуры Российской Федерации есть такой проект. В связи с ним уже связано несколько праздничных мероприятий. И День слона, и праздник подарки от слона. Поэтому я думаю, что это очень заинтересует. Тем более само название Ставрополье, родина слонов. Можно сказать, что сегодняшний день здесь, в Совете Федерации, вышел таким подготовительным. Мы увидели, как строится площадка, побывали на заседании одного из комитетов. Впереди заседание еще трех комитетов, на которых обсудят местные инициативы, социальные вопросы и проблемы агропромышленного комплекса. Ну а послезавтра, в среду, в рамках часа Совета Федерации, перед коллегами выступят губернатор Ставрополя Владимир Владимиров и председатель Ставропольской краевой думы Геннадий Ягубов. Сергей Надеин, Владимир Ходорев, СВОЁТВ, Москва.